Всем привет! Только что я сняла видео про свои фавориты в косметике. Неожиданно для себя, так что надеюсь, что оно вам понравится. Что-то возьмете себе на заметку. Приятного просмотра! Волосы. Так как я человек, который много раз портил свои волосы, такое же количество раз их восстанавливал, у меня есть опыт в этой сфере, и я хочу поделиться своими основами. Где-то полгода назад я снова занялась активным восстановлением волос. Первое, что я сделала, это просто перестала их красить и трогать. Это было мудрым решением. Где-то два месяца просто я спокойненько походила, потом уже начала их состригать. Самые мертвые кончики. У меня волосы ломались, мне кажется, вот с такого расстояния. И на самом деле их очень прилично отросло. То есть, может быть, это не видно по общей длине, так как я достаточно часто состригаю их. Но вот общий объем вернулся к истокам, и я очень довольна. Из того, что я делаю. Делаю процедуры в салоне, это Token Karami. Token Karami я делаю где-то уже полтора года. Делаю самый сильный состав. Он утяжеляет волосы, но на меня хорошо работает. У меня вьющиеся волосы, и я люблю, когда они утяжеленные, так как я сама их дома вытягиваю феном и щеткой. Тоже сейчас покажу. И для меня это удобно. То есть, многие люди не любят после процедуры эффект утяжеления, поэтому они там предпочитают счастье для волос или что-то подобное. Но счастье для волос это уже достаточно давняя история, и она, наверное, рассчитана на более тонкие волосы. Мне же нравится, когда они потяжелее, и их много как-то их ощущаешь. Вот что у меня на данный момент с моими волосами. Я ими довольна. Они здоровые, их много, они эластичные. Мне, наверное, осталось средств где-то еще сантиметров 5, и я, в принципе, уже буду ими довольна полностью тем, как они выглядят. Значит, Token Karami, процедура, которая делается в салоне. Также есть домашний уход. Есть шампунь. Шампунь. И что это? Кондиционер-маска и маска, которая посильнее. У меня есть еще разные средства для Token Karami. В принципе, единственное, что я буду покупать, и действительно, мне кажется, домочистую вещь, это вот эта маленькая маска, которая посильнее, так как она продлевает действия ухода и действительно хорошо работает. Эти шампуни хорошие, качественные, но они достаточно дорогостоящие, поэтому все линейки я вот сделала бы акцент больше всего на эту маску. Если нет возможности делать салонную процедуру по восстановлению волос, шикарная альтернатива. Она мне тоже очень нравится. Это домашний уход от Redken. Вот у них вышла новая линейка. На самом деле, вот шампунь и обычный кондиционер, они продаются в обычных магазинах. Можно купить шампунь хороший. Рекомендую, всю остальную линейку можно докупить в интернете. Про эту линейку. Наносим шампунь, затем наносим концентрат. Держим там где-то примерно 15 минут. Я смешиваю концентрат вот с такой еще ампулой. Они также отдельно продаются, который усиливает эффект. Затем пшикаем нейтрализатор, или как это правильно сказать. Держим там 3-4 минуты и смываем. Получается эффект такой же, как салонный. Шикарно восстанавливаются волосы. И вообще, если там нет возможности делать Токио в салоне, то такой домашний уход, если вы там разделите сумму на количество применений, очень даже гуманная цена получается, действительно работает. Мне очень нравится. В чем минус всех салонов процедур по восстановлению волос? В том, что волосы в один момент могут стать перепитными и начинают сохнуть и ломаться. То есть как-то перебор, видимо, там, не знаю, протеинов или что есть в составе. То, что напитывает волосы и происходит обратный эффект. И тогда для домашнего ухода я перехожу на увлажнение. Мне очень нравится этот бренд. Особенно этот шампунь. Для меня это вообще шампунь лучший из всех шампуней, которые есть на планете. И увлажняющая маска. Вот все очень просто. Это вот такие мои основы. Как я вытягиваю волосы? Вытягиваю я их феном и щеткой. Фены у меня бабились. Мне кажется, я единственный человек на свете, который не так фанатейт от Дайсона, как все остальные. Мне Дайсин нравится, но у меня после него какое-то такое ощущение, что волосы как суховаты. И мне не получается их так отполировать самой себе, как бабились. Я вытягиваю на щетку. Щетка у меня GHD. Вот так вот я делаю. И на расстоянии их вытягиваю. То есть я никогда не делаю вплотную, не сжигаю волосы. Стараюсь так более-менее бережно. Значит, от природы у меня вьющиеся волосы я понравилась. Сейчас я расчешусь. Соответственно, мне нужно их беречь. То есть плюс, что у меня всегда есть объем и волос достаточно много. Минус, я нещадно их крашу, вытягиваю и делаю всевозможные манипуляции. И последнее уходовое средство. Это Бальман. Эликсир. Концентрат. Это вот чисто уходовое средство. Я не думаю, что оно как-либо останавливает волосы. Ну, буквально, не знаю, две капли в конце. Уложили сами себе волосы. И вот косметический эффект создается очень хороший. То есть они очень гладкие. Оно очень приятно пахнет. Да, свежесть. И все. Еще из таких вещей, которые я делаю. Я тот самый человек, который стрижется по лунному календарю. Я не знаю, я в это верю. Так что я всегда стригусь на растущую луну. Что я еще сказать? Тонируюсь. Я не крашу волосы. То есть вот до сюда, я думаю, что это уже мой цвет. Вот это вот еще отросший когда-то блонд осветленные волосы. Тонируюсь я обычно в холодные цвета. Любимая тонировка от Redken. Она лучше всего работает. Она не проникает в структуру волосы. То есть работает поверхностно. И мне нравится, когда волосы холодного оттенка. Так, из моих планов. Мои планы их еще немножко отрастить. Еще немножко подстричь. И к лету я хочу вот эту всю часть, которая у меня уже до этого была окрашена, немножко осветлить, чтобы было посвежее. Это что касается волос. Кожа. Уход за кожей. И просто покажу пару средств, которые мне действительно нравятся. Я готова их рекомендовать. Это пенка от Frajure. Это корейский бренд. Она стоит у меня в душе. Наносим, растираем по лицу. Она превращается в такую густую белую пену. И она шикарно полирует лицо. То есть вы выходите. Кожа немножко блестит. Вид свежий. Поры сужены. Не знаю вообще какая-то космическая вещь. Она нескончаемая. Она у меня уже достаточно давно. И она мне так сильно нравится, что в один момент я даже с ней переборщила. То есть я пересушила кожу. Поэтому она так аккуратно в балансе. Не на ежедневной основе ее использовать. Я помню, сказала нет. В ней содержатся кислоты. Очень хорошая вещь. Тоже делюсь. Сейчас у нас весна. Но по факту на улице минус 10. Холодно. И какую вещь для себя я нашла. Поскольку в осенне, в зимний, в весенний период у меня очень сильно сохнет кожа вообще всегда в межсезонье. Я дополняю свой крем. Всегда такими ампулами от 1-1-1 Skin. То есть перед нанесением крема я наношу половинку этой ампулы. Половинку оставляю вечером. Наношу. Очень хорошо увлажняет и питает кожу. И также и утром, и вечером я наношу масло от Kiehl's. Утром буквально одну капельку. Но это хорошо защищает от мороза, от отопления, от ветра холодного. Мне очень нравится. Потому что кожа страдает. Надо ей терять особенное внимание. У меня система ухода для лица, которую я сама для себя выработала. Это утром я наношу витаминку С. А вечером ретинол. Потому что я так еще оставлю до лета. К санскринам я, в принципе, дружу, но не очень хорошо. И все-таки побочка у этих средств кагментация. И они достаточно сильные. Сочетание солнца лучше меня использовать. Вообще я села снимать про волосы маленький кусочек, чтобы вставить свой влог. Но раз уж на то пошло... Давайте я еще покажу вообще самые мои фавориты из декоративной косметики. Сейчас. Покажу свои самые любимые средства, которые я постоянно повторяю. Я в них не сомневаюсь. Поэтому делюсь. Первое. Это БиБи от Эрбориан. У меня уже есть новый. Это моя любимая вещь. Это БиБи под глаза, консилер. Но в тот день, когда я вообще не использую макияж, я просто наношу этот БиБи крем. И на данное все лицо. Он достаточно светлый, но хорошо подстраивается под цвет лица. И его вообще не видно. То есть он маленький тюбик. Всегда можно взять с собой. Там после спортзала. Или когда-то. Просто чтобы выглядеть ухоженно и приятно. Его действительно не видно. Вот создали бы они вот такой вот. Только чуть-чуть потемнее. И на все лицо я была бы очень довольна. Другие средства из Эрбориан. Они как бы хорошие, но мне и так сильно нравятся. А вот этот БиБи Ай просто супер. Самая лучшая пудра на свете. Самая лучшая пудра на свете это Шарлотт Тилбри. Эрбраш. Плауэллесс финиш. Цвет медиум. Лучшей этой пудры нет. Ее просто в конце наносишь. И она полирует лицо. Что сглаживает все поры. Ее также вообще не видно. Что ценно в декоративной косметике. Когда она выглядит очень естественно. Про тональные средства. Мне их стыдно показывать. Потому что у них непрезентабельный вид. Но они у меня на данный момент в таком состоянии находятся. Что я делаю? Я беру от Dior Backstage. Как-то тональник. Наношу его вот так по контуру лица и на шею. Он очень тоненький. Хорошо ложится. Цвет 3M. У меня есть также он в других цветах. Но почему-то именно этот цвет. В качестве такого натурального кремового бронзатора. Контуринга. Мне очень хорошо зашел. Его также почти не видно на коже. Мне очень нравится. И крем. Тональный. Мой любимый. На данный момент сложно доставать косметику. Я еще этим вопросом не занималась. Вот так вот он выглядит. Но зато вы можете понять, что я его действительно использую. Это Magic Foundation. Это опять-таки от Charlotte Tilbury. Его уже я наношу вот на эти зоны. И на щеки, где у меня есть какие-то недостатки или там следы от постакне. Он уже такой плотный. Хорошо маскирует. И мне очень нравится вот это сочетание. Это цвет Шейтин Медиум. То есть вот это сочетание вообще моя любовь. И под глаза консилер. Я этим консилером не знаю уже сколько лет пользуюсь. И я его очень сильно люблю. Вот. Всегда, когда я плохо выгляжу и нужно выглядеть хорошо, он меня спасает. Парфюм. Парфюм это такой секрет, которым не нужно делиться. Потому что, конечно, хочется, чтобы мы все... От нас был особенный запах. Но мне не жалко. Делюсь. Мой любимый парфюм от Le Labo. By 19. И Santal 33. Вот. Время идет. Ничего лучше этого парфюма я не знаю. Нравится, как они пахнут. Все равно, на самом деле, любой парфюм, когда вы наносите на себя, он смешивается с вашим индивидуальным запахом. И есть какие-то общие черты. Но все равно на всех по-разному скрывается. Мне очень нравится, как они на мне работают. Уже достаточно много лет. Милый окружающим тоже нравится. Поэтому делюсь. Два моих любимых парфюма. Как-то негадно, нежданно, сама для себя я сняла это видео. Достаточно долгий период времени для меня заняло, чтобы сесть его снять. Оказывается, так просто. Просто сесть и рассказать. Спасибо за то, что посмотрели. Я надеюсь, что она вам понравится. Я вообще села снимать. Рассказать просто про несколько срез для волос. Так как я снимаю влог и какие-то составные части хотела сделать. Получилось, что рассказала про свои основные фавориты. Ну вот сегодня солнышко вышло. Вот настроение хорошее. Такого же вам и желаю. Целую. Пока. Пока.